Вчера всероссийские СМИ облетела новость, что на заводе УАЗ люди вышли на забастовку. По словам рабочих, их заработная плата упала до 20 тысяч рублей. На такие деньги невозможно прожить. Людям не то что не за что есть, но и выплачивать кредиты. Представитель завода вышел к рабочим и в негласной беседе сказал «Не хотите работать – уходите. Мы и так вас тут держим просто так». Санкции остановили множество линий производства, и завод в ближайшее время планирует сокращение около 30% рабочих. Как оказалось, многие детали для отечественного автомобиля УАЗ приобретались за рубежом, а все станки на предприятии были иностранные. Сейчас из-за санкций детали не поставляются, а многие станки вышли из строя, их нечем ремонтировать. Как в таких условиях существовать пока не ясно. Экономический эксперт Валерий Коневой рассказал журналистам, что в ближайшее время надо быть готовым к большому дефициту и сокращению производства. Санкции начинают действовать, запасы России иссякают. А так как большинство предприятий работали на импортном оборудовании и использовали привозное сырье, это означает, что Россия вернется во времена Советского Союза. Молодежь узнает, что такое двухчасовая очередь за простой мелочевкой. По прогнозам экспертов, в лучшем случае, чтобы выйти из этой ситуации, понадобится 5 лет. Но с учетом того, что в таких условиях жить трудно, вероятно, ученые и высококвалифицированные эксперты уедут, и этот период растянется на 10, а то и 15 лет.